Открой Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость – Александр Гизалов, директор наставнического центра по помощи и поддержке воспитанникам детских домов. Добрый день, Александр. Добрый. Мы записываем программу накануне Нового года. Я знаю, что вы на днях вернулись из исправительного учреждения, куда вы часто ездите, где вы были, с кем встречались, что делали. Ну, на самом деле, мы давно работаем с исправительными колониями Владимирской области. До этого я очень длительное время работал в колониях Суздаль, Карелии. А в этот раз я посетил не только колонии, но и заехал в Суздаль, куда завез гуманитарный гроз. То есть сейчас я больше делаю акцент не просто приезд на мероприятия, которых действительно очень много, но и в том числе на то, чтобы доставить помощь в те места, где люди нуждаются в этой поддержке. То есть если я еду в Владимир, я заезжаю в Суздаль, или я заезжаю еще в какой-то другой город, завожу то, что мы собрали на складе, а потом уже посещаю само учреждение, это есть правительную колонию, или там, допустим, управление исполнения службы наказания по Владимирской области. И уже дальше развиваем, так скажем, отношения в том ключе, на который нацеливались. Давайте поясним зрителям. Центр называется по помощи детям, которые воспитываются в детских домах. Почему вдруг откуда взялась тема колоний? Ну, на самом деле мы работаем еще с домами ребенка из правительных учреждений Владимирской области. Сейчас подключаемся к домам ребенка и других регионов. Мордовия, Нижний Новгород и еще ряд регионов Центрального федерального округа, где работаем с домами ребенка, где находятся дети, которые рождены в исправительном учреждении, находятся рядом с мамами. Не секрет, что иногда бывает так, что они оказываются в детских домах, потому что мама выходит, и она не готова воспитывать и так далее. Но на самом деле основной посыл – это работа с семьями в трудной жизненной ситуации, чтобы мы потом не оказывали помощь уже детям, которым не помогли, семьям, которым не помогли уже потом в детском доме. То есть мы можем помочь семье еще в ее территории, чем потом возить гуманитарные грузы и подарки в детский дом. Поэтому это как бы комплексное участие, и в том числе вот дома ребенка при исправительных учреждениях. По сути говоря, это дома ребенка, где находятся дети от 0 до 3 лет вместе с мамами. То есть в заключении, по сути. Но по сути это та же профилактика сиротства, только не в условиях обычного дома, а в исправительном учреждении. Ну в том числе да, потому что это очень непростая история, потому что проникнуть туда, договориться о сотрудничестве, что-то предложить, что-то исправить. На это, конечно, требуются волевые решения, и в том числе такие предложения, за которыми потом учреждение пойдет и будет реагировать и давать добро на то, чтобы мы это сделали. В чем заключается взаимодействие? Удается ли лично пообщаться с мамами? Или это все-таки массовые мероприятия? Нет, массовые мероприятия, конечно, тоже есть. Это мероприятия для осужденных женщин. Вот недавно мы проводили КВН среди осужденных людей из правительных колоний. Привозили кулинарный мастер-класс, привозили парикмахера, который учил женщин, значит, про правильность и прически. Вот готовимся привезти дизайнера, мастера по маникюру, ну и так далее. А в том числе и артистов, которые приезжают. Вот Павел Федосов неоднократно приезжал и сейчас поедет сразу по нескольким колониям. Яна Иванилова, которая в Большом театре, значит, выступала и выступает на разных площадках, в том числе и в Европе. И вот мы с ними ездим и проводим различные, в том числе и развлекательные, потому что, конечно, доступ к таким возможностям ограничен. Но дети, которые находятся в местах лишения свободы, они ограничены в том числе и в возможностях, которые есть у простых детей в семье. И поэтому мы там открываем сенсорные комнаты, ставим детские городки, раскрашиваем заборы в мультяшные мотивы. Ну и организовываем тоже различные мероприятия. Например, Владимирский театр кукол недавно приезжал и с детьми провели замечательный кукольный спектакль. Почему именно Владимирский кукольный театр? Почему именно театр? Потому что не всегда добровольцы или волонтеры могут дать какое-то такое качество, профессиональное качество, которое позволит детям действительно почувствовать, что они в сказке. Вот это удалось этому театру, и мы надеемся с ними на дальнейшее сотрудничество. Насколько важно системно и долгосрочно работать? Или же можно сегодня в одно исправительное учреждение, завтра в другое? Что дает системность? Сейчас вообще время такое интересное. Многие работают ради хайпа, лайков. Блогеры сейчас многие этим занимаются. Один раз мероприятие провели, поймали хайп, полайкали их и все. Для того, чтобы что-то менять, нужны иногда годы. Системное влияние, вливание ресурсов, поиска взаимоотношений и взаимопонимания со стороны руководства и так далее. Конечно, это требует время. Иногда некоторые проекты реализуются. Например, я вспоминаю в той же Карелии строительство часовни всех скорбящих радостей иконы Божьей Матери. Девять лет я уговаривал начальству, чтобы мы ее построили. Только спустя девять лет нам удалось ее построить. А если бы мы, например, остановились бы, прекратили бы обращаться, не взаимодействовали бы со следственным изолятором, я думаю, что бы этого у нас не получилось. Поэтому, конечно, системное влияние, поиски проблем в самой системе и предложения решения этих проблем – основная задача. Они просто приехали, что-то разово провели, а потом исчезли, а потом вообще не появились. Вот примерно так же нельзя работать с детскими домами. Если мы уже начинаем работать с детьми, то надо работать так, чтобы потом и сопровождать их после того, как они покинули стены детского дома. В случае исправительных учреждений возможно ли такое сопровождение после того, как выходит? Ну, на самом деле, сложность заключается в том, что у нас недостаточно людей, которые бы хотели бы заниматься вот этим долгосрочным служением. Я очень сильно разделяю добровольчество и служение, потому что добровольчество – это некий мотив моды, такого призыва. А социальное служение – это такое служение Христа ради, которое смывает все остальные мотивы и сохраняет человека в том состоянии, которому он может помогать нуждающимся. Например, у нас есть больницы детские, психиатрические, в которых мы работаем, в том числе и с проектом терапевчи Павла Федосова. И вот мы на днях должны открыть там две сенсорных комнаты. Вы работаете с такими, как это принято говорить, группами граждан, относительно которых многие, как вы говорите, добровольцы не хотят даже связываться, потому что считают, что их не исправить. Семьи в трудной жизненной ситуации, заключенные, которые уже приступили к черту. Зачем с ними работать? Вы видите возможность, что хотя бы один из ста изменит свою траекторию жизни? Ну, за мою огромную практику я видел разных людей, тех, которых удалось спасти, тех, которых не удалось спасти. Но самое главное, что я вот это называю таким образом, что если мы неустанно что-то делаем, и у нас это неустанно и правильно получается, то человек, который находится под влиянием и освещением нашего участия, он так или иначе справляется. Не все, конечно. Понятно, что это выбор каждого человека. Если мама пьет, и мы пытаемся ее насильно заставить не пить, и чтобы она вернула ребенка из детского дома, мы для этого все сделали, все организовали, но если она продолжает пить, то мы не можем, грубо говоря, принять или заставить ее прекратить это делать. Это ее выбор. Но здесь тогда интересы ребенка мы соблюдаем. Значит, ребенок должен тогда оказаться в любящей приемной семье, не в детском доме. Поэтому просто смотришь на проблему под разными углами и пытаешься ее решать. Часто ведь социальный клиент, или так назовем, человек нуждающийся, он находится в таком состоянии, он не всегда видит проблему и способы решения проблемы. Ему плохо, он горюет, он расстроен. А когда рядом оказывается человек, который понимает эту проблему, умеет ее решить, то он вместе, сопомогая, помогает ему выйти из этой ситуации и справиться с трудностью. Это, наверное, основное в этой действии. Когда вы приезжаете в исправительное учреждение, чего от вас ждут? Вот ради чего, как вам кажется, востребовано ваше посещение? Ну, самое главное, мне кажется, это тот самый миг, тот самый момент, когда человек радуется при виде хорошего артиста, выступления, слышит голос, воспринимает музыку, подпевает. Вот в этот момент он не осужденный, непоследственный, а человек, который живет вот этими эмоциями, которые мы в этот момент ему дарим. Это самое ценное. Потому что потом он эти эмоции будет переживать, потом он будет об этом думать и так далее. Это хорошо. Павел сказал, Федосов, что вот он приезжает, он делает, например, в те же колонии, он тоже только начинает туда приезжать, уже он был в женских колониях. Он говорит, вот тот миг, когда он соприкасается со зрителем, то это же не осужденно, а зрители. И это ценно. То есть мы же не знаем, там смотрим в зал, там сидят по разным статьям, там 105-я, 228-я статья, там 159-я статья. То есть люди осуждены там за какие-то преступления, а может быть там и что-то случайное произошло. Но когда мы с ними работаем и выступают наши артисты или там люди, которые приезжают, они зрители, они не осужденные, они просто зрители, которые принимают вот эту вот творческую помощь. Если говорить о взаимодействии с детьми, удается ли сохранить или наладить этот контакт у заключенных женщин? С детьми очень сложно, с маленькими, потому что они все-таки находятся в рамках ограничений, и те мамы, которые рядом с ними находятся, они нуждаются. Это как, знаете, в самолете. Сначала маску одень на себя, потом на ребенка. И, конечно, большая проекция – это не на детей, а больше на родителей, потому что, конечно, условия надо создавать, нужно делать так, чтобы ребенок не чувствовал себя в рамках ограничений, но главное – это материнская любовь. Ведь материнская любовь – это то, что даже в рамках ограничений дает ребенку шанс на развитие, на будущее. Вот эту любовь, вот это созидание мы в них пытаемся возделывать. Вы упомянули КВН, чуть подробнее можете рассказать, что это было за исправительное учреждение, как это проходило? Ну, я ездил в третью колонию Владимирскую, и там проходил финал КВНа среди осужденных исправительных колоний Владимирской области. Там собрали всех финалистов, и это было достаточно интересное зрелище. Я был членом жюри, за всем этим наблюдал. И, конечно, видно, что люди стараются, в связи с тем, что они находятся в местах лишения свободы, время есть, призадуматься и подготовиться. Но меня больше всего поразил там фрагмент, один финал, так назовем. Уже определились победители, значит, уже выдали там призы, и вот я должен был сказать какое-то слово относительно кого-то поощрить там и так далее. И вот я слышу, что одна женщина, Светлана ее зовут, она после этого выступления на следующий день должна была освобождаться из мест лишения свободы. То есть, по сути говоря, она последний день проводила вот на этом празднике. И я ей говорю, Света, ну, что там на сцене, подарки там, книжку ей подарил, там еще какой-то ценный подарок. И говорю ей, хотелось бы, чтобы этот КВН в местах лишения свободы был для вас последним. Что еще не мог пожелать? Потому что она уходит на свободу, она уже не первый раз в местах лишения свободы, да. И вот такая была жирная точка, потому что там у всех срока разные, кто там сидит много, кто кому-то еще сидеть, кто-то, возможно, уйдет по условно-досрочному. Но вот в рамках вот этого всего действия вдруг находится человек, который завтра уже будет на свободе. И вот как бы шутка, не шутка, но оказывается, что даже здесь вот такая вот радость, она как завизжала от того, что она узнала, что здесь ее будут поощрять, поздравлять с тем, что она будет уходить на свободу. Вот для меня это был, наверное, такой самый важный фрагмент, потому что номера номерами, выступления выступлениями, шутки шутками, а тут же не шутка, тут свобода. Существует стереотип, мнение, что несмотря на то, что тюрьма, колония призвана исправлять человека, зачастую, наоборот, она травмирует психику настолько, что человек уже, по сути, не может вернуться к обычной жизни. Ну, вот у меня братья были в местах решения свободы и по 10 лет, после детского дома, кстати, по сути говоря, вся жизнь в колониях, да, могу сказать, что самое главное, что, на мой взгляд, не хватает, это чтобы человек вышел на свободу и почувствовал себя свободным, чтобы он мог свободно перемещаться, пойти на ту работу, на которую он хочет, у нас же осужденных не всегда берут на ту работу, которую он хочет, да, чтобы у него было все нормально в семье, чтобы он мог посещать культурные заведения, чтобы чувствовать себя полноценным гражданином, а не изгоем, на котором все тыкают пальцем, говорят, а он сиделец, он негодяй, мерзавец. Это, конечно, сложно, это требует значительных внутренних сил самого осужденного, потому что он уже был осужден, он отбыл свой срок, он отбыл наказание, и, казалось бы, общество должно открыться, сказать, ты уже свое наказание понес, покаяние у тебя, надеемся, было, давай, включайся, но продолжается наказание со стороны общества, потому что это нельзя в нашей стране, в нашем обществе падать, потому что тебе потом не всегда могут дать помочь встать и двигаться дальше. Поэтому здесь, конечно, требуется реабилитация, поддержка, сопровождение, опять же, наставничество, потому что человек пробыл там в местах лишения свободы много времени, а в мире много чего поменялось, он выходит дезадаптированный, он со старыми установками, здесь, конечно, требуется включение общественных организаций, общественных советов, чтобы человек не потерялся, ведь самое главное не потеряться. В случае ваших братьев удалось вернуться? Даже более чем, особенно вот младшего, у него сейчас все прекрасно, он мне все время пишет, то он на рыбалке, то он там за грибами, то он там с любимой собакой в походе, то он там в избирательной комиссии сидит, то он там, значит, пытаются они там храм построить. То есть человек в жизни, человек житействует, действует. Что еще может быть самое лучшее, учитывая, что у него и сын сейчас в армии служит, и все нормально. Конечно, могло быть и по-другому, если бы его не поддержали близкие, там, я конкретно, ну и чтобы он почувствовал, что он может что-то тоже в этой жизни сделать. И он сделал и делает. В чем эта поддержка должна выражаться? Не отпускать человека, поддерживать его постоянно, помогать и словом, и делом, устроить на работу, если есть такая возможность, например, так у меня получилось, предоставить какой-то кровь для проживания, он некоторое время жил у меня, включаться в местах, когда он что-то не понимает, и где-то он не всегда готов действовать так, как это необходимо, быть советником для него, советчиком, наставником. И тогда у него крылья начинают опять вырастать, и он хочет лететь. То есть не оставлять человека одного со своими мыслями, с гнетущим каким-то состоянием, с недовольством со стороны окружающих, быть вот этим вот его добрым ангелом-хранителем. Ну, в такой, в живой плоти. Ну, хорошо, если у кого-то из вышедших на свободу есть такие родственники, а у кого нет. У нас, я так понимаю, в государственных структурах нет таких ангелов-хранителей? Ну, это да, это есть, на самом деле, много общественных организаций, которые этим занимаются, и я неоднократно предлагал организовывать такие в исправительных учреждениях конкурсы, стендов, на которых можно было бы располагать необходимую информацию о тех, кто помогает, когда человек выходит, потому что человек сидит, и ведь он обрезан, оторван от мира, а тут он может на стенки подойти, выписать там телефон, адреса общественной организации, которые помогают. В Карель, например, мы это организовывали, победители получали призы, то есть такие информационные стенды, которые позволяли бы сообщить о том, где, кто, как помогает. Ну, и в том числе встречи с общественностью, чтобы приходили люди, которые предлагали бы свои услуги для тех, кто завтра выйдет и окажется в непростой жизненной ситуации. При некоторых храмах существуют клубы, сообщества по переписке с осужденными. Насколько это эффективно? Ну, как сказать, это развлечение для осужденных, по большому счету. Я считаю, что самое лучшее это конкретные встречи, личные встречи. Они непростые, они, конечно, требуют определенного мужества, терпения, понимания, и тогда в этих встречах что-то происходит, какие-то вопросы возникают. Переписка – это некоторая фантазия с одной стороны, с другой стороны, а все-таки конкретное взаимоучастие тогда, когда человек видит другого человека. Поэтому я, честно говоря, в эти переписки не особо верю, хотя понятно, что это все интересно. Все-таки личное участие, поэтому так часто я езжу в исправительной колонии, чтобы осужденные видели других людей, кроме сотрудников. Что есть люди, которые неравнодушны к их проблеме. Что я помню, когда я начинал молодой, еще был молодым совсем, а потом я уже стал седой, и они все продолжают меня видеть в своих местах лишения свободы. Поэтому здесь просто надо настойчиво включаться и не бояться того, что да, будут вопросы, будут разговоры, будут какие-то встречи, но разговоры и встречи это важнее, потому что письмо, оно, это письмо все-таки, а вот когда ты поговорил с человеком, услышал его, и, возможно, что-то в нем тайное открылось, и оно становится доступным для того, чтобы это вместе преодолевать. Были ситуации за эти годы, когда вы общаетесь с человеком, уже знаете, что он освободился, и потом вновь его встречаете? Да, были такие случаи, но это же опять вопрос воли, мы же не можем человека не волить в его воле, да, это его выбор. Проводили конкурс осужденных поваров, я был тогда председателем жюри, и осужденные из разных учреждений показывали свое кулинарное мастерство, и был там один молодой человек, который не имел поварского образования, но достаточно хорошо себя проявил на этом конкурсе, и он получил первое место, он даже выиграл у повара шестого разряда, значит, и победитель мог иметь право на условно-срочное освобождение, да, его освободили, значит, а через какое-то время я опять приехал в учреждение для проведения нового конкурса, а гляжи, он опять там, я говорю, а что, почему так случилось, вроде для тебя все сделали, ты вроде тут мастером стал, еще что-то, но вот, как говорил Высоцкий, мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду, не справился, что-то совершил какое-то преступление, опять оказался в местах лечения свободы, но в тот момент у него был шанс, и мы этот шанс ему все вместе давали, он получил хорошее поварское образование уже в местах лечения свободы, но вот, к сожалению, видимо, его выбор был не в ту сторону, которую мы предполагали, кстати, вот по поводу надежды на то, что, знаете, как поет Макаревич, умирает любовь, но остается надежда, надежда на то, что ты что-то делаешь, ты надеешься, а как он этим воспользуется, это как бы его право и его желание, поэтому я никогда, например, не надеюсь на то, что вот стопроцентный случай, что сейчас этот человек выйдет и исправится, есть просто у меня надежда, что он возможно исправиться, а эту возможность он должен использовать сам, и поэтому нет никаких там стопроцентных, значит, каких-то показателей, ради которых мы работаем, мы просто работаем, делаем то, что возможно. Как к вам можно присоединиться, если это жители центрального округа, как можно помочь? Давайте с этого начнем. Ну, во-первых, мы обучаем наставничеству, у нас в этом году наставническому центру уже больше года, новый формат я избрал, как я называю это памятник, потому что много чего уже сделано, и мы обучаем людей, которые хотят стать над наставниками, над воспитанниками детских домов, стать наставниками. В этом году мы обучили порядка двухсот человек, и надеемся, что эта цифра будет расти, потому что все начинается со знаний, с обучения, потому что приходит человек, например, в мессенджере где-нибудь, вот хочу помогать выпускнику детского дома, что ему подарить? Это уже понятно, что человек не понимает, что нужны не подарки, а знания. Я ему кидаю ссылку, говорю, вот, пожалуйста, перейдите по этой ссылке, пройдите обучение, получите, значит, сертификат об обучении, вам много будет открыто и понятно. Вот, человек приходит, смотрит, получает сертификат, уже задумывается над своими ресурсами, возможностью помогать. Это вот, если, грубо говоря, как мы удаленно, онлайн, бесплатно обучаем. Ну, а если человек хочет помогать лично, у нас в Москве на Русаковской 13А строение 2 стоят два короба, один собирает одежду, другой собирает продукты, памперсы, и мы, опекая различные регионы России, отправляем туда вот эту собранную помощь. Ну, это достаточное количество, в месяц мы отправляем там, четыре раза в разные регионы по автобусу помощи. То есть, мы ее собираем, фильтруем, значит, там, памперсы, одежды, игрушки, продукты, все то, что может помочь семье, который оказался в трудной жизни ситуации, выдержать вот тот момент, который у них возник. Потому что мы работаем с социальными службами, с департаментами по социальной политике, которые хорошо знают эти семьи и хотят, чтобы они остались и не попали дети в детский дом. Поэтому здесь, как бы, вот в этом ключе мы тоже взаимодействуем. Об этом мы еще поговорим в следующей программе, но все-таки, если завершать тему тюремного служения, можно ли к вам присоединиться в этом аспекте, что нужно сделать и в чем нужна помощь? Ну, на самом деле, в тюрьму много кого не пускают. Вот даже тот же Павел Петрович Федосов стал членом общественного совета после того, как он с фурором просто провел несколько концертов в женских колониях. И когда сказали, что такого у нас еще не было, чтобы артист приехал и всех зажег, и они поняли, что это ценный человек, и его стали удерживать. И сейчас, например, они подготовили поздравления, которые будут транслироваться по кабельному каналу во всех колониях Владимирской области. То есть, они записали его с Николаем Подорольским. Теперь это будет достоянием уже осужденных в новогодние и рождественские праздники. Вот таким вот образом музыканты помогают нам помогать. Поэтому, если есть какое-то уникальное знание, какой-то опыт, мы его применим. Если он, конечно, будет иметь возможность вот в это пространство тюремное, грубо говоря, протиснуть его, предложить, и все получится. Главное – хотеть. В завершении программы есть ли опыт взаимодействия с приходами Русской Православной Церкви? Насколько в регионах есть активные приходы, которые занимаются именно людьми, которые освободились, им, которым как раз нужна помощь? Знаете, осужденные тоже люди, понимающие, куда пойти. И очень много кто из них сразу после того, как выходит из мест лишения свободы, они именно идут на приходы. Потому что там, понятно, что есть социальная служба, там есть столовая, чаще всего питание, там есть одежда, там есть священники, которые поддерживают. Очень много священников, которые отвечают за тюремное служение и так далее. Другой вопрос, что, конечно, ресурсы не безграничны. Для того, чтобы заниматься этим человеком, спасая одного, спасти целый мир. Поэтому здесь, еще раз повторюсь, вопросы работы, вопросы психологической устойчивости, вопрос того, чтобы он держался, чтобы он, например, посещал храм, если он хочет, и есть у него на это время. Для этого, опять же, требуется значительное количество неравнодушных граждан, прихожан, добровольцев, служащих людей. Спасибо огромное за беседу, спасибо за ваш труд. Спасибо вам. И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.